здравствуйте друзья у нас на ваших экранах известная в бейере тусовщица до элитная тусовщи эксклюзивная тусовщица олеся олеся ну вот вот и бери руку с этого бог как она элитно тусит эпатаж хорошо где больше что происходит мы как всегда в виде кодран студии сегодня у нас очередной киевым посвященный кей и из киеве школы приходите тараканы я вас чаем угощу вот мы сегодня у нас невероятная программа вообще мы просто мы каждый раз такой шаг вперед делаем как раз нас и в это все интереснее интереснее сегодня мы добавили вайн тестинг но это из фана дегустация вина грузинского так понимаю у нас будет life music нас бы живая музыка на гитаре плюс к этому всему это еще не это еще не самое главное у нас сегодня будет выступать спикер приглашенный гость зовут юлия юлия вот и вот это юлия меня зовут юлия евсеева я расстановщик коуч психолог энерготерапевт вы можете прийти хаотично а вас тут расставят и будете на сегодня на самом деле мы не будем делать расстановки мы сегодня поговорим про то что нам мешает достигать наших целей и что мы можем с этим сделать так что вы в смысле в практическом плане да попроще не сразу так как как нас это прикладная там расстановка психологию да хорошо ладно а что у нас такое красненькое смотри красненькое то что так к чему это все фон такой кровавый расскажу у нас есть 4 ну даже где-то 5 у нас видов фона да сегодня мы решили сделать тот который был на самом самом открытии где-то семь восемьдесят назад когда я открылась он был самый яркий смотрю на фотографии они прям очень запоминающий поэтому сегодня мы видим такой весенний фон для того чтобы у всех было хорошее весеннее настроение понял и что еще раз сегодня дорогу много будет а я что вот должен делать у вас как всегда очень важная роль вам нужно мотивировать людей на то чтобы у них было всегда заряд но я что могу я могу хаги давать могу сэлфи снимать слова такие переведите но обнимашки могу делать и могу сниматься на фотках сколько надо вот мы сегодня пытались выяснить сколько надо обнимашек в день чтобы счастье есть теория на чудо индивидуально на самом деле нет потому что я например не очень люблю обниматься поэтому ты сказала 50 но для меня этот матч я где-то читал про 25 в день я же пытался выяснить а если один тот же человек например из до утром в обед и и на ужин это три хага или один вот три разных да ну вот друзья так что приходите вам тут хагов надают но еще там шампанское то есть я не должен речей говорить никаких речи нет у меня и у нас шикарный кейтвинг вас сегодня будет красный экран как всегда у нас сегодня медовик торт так и еще много чего мечта диабетика хорошо ну ладно ждем тогда чё пусть приходят пробегу сейчас пробки уже начали сейчас люди опять вышли на работы до час написал уже много людей что они опаздывают на пробок понял а мы тут дворами дворами на партии гости съезжались на мероприятие друзья потихоньку знаете как-то вот за минуту буквально как-то это было связано во времени с открытием бутылки шампанского только открылась бутылка тут же сразу набежали в большом количестве вот они расселись тут будут надо лекцию служить за вас снимать вас снимать да вы знаете кто это артём артём а я не очень приятно вас а вы знакомы мы за очень мы только как говорится полюбили на поле через через камеру понял вы вливаетесь даже не знаю чего сказать но что эти хорошие у нас вообще такая инициатива проявилась неделю что людей 10 назад то есть с учетом того что в мире происходит я подумал надо что-то такое сделать с одной стороны психотерапевтическое с другой стороны вообще по жизни полезно вот и мы начали начнем 28 марта 28 марта мы начнем на русском языке для тех кто там начнем сделать бесплатный открытый курс по тестированию и кто-то может быть хочет подучиться кому-то просто отвлечься вот от того что вокруг там и так далее то есть они ждут вот я получаю много писем люди говорят мы ждем мы хотим мы рвемся когда же когда же сегодня вот там два часа назад появилось расписание 28 марта мы начнем и это будет вывешиваться свободным свободном доступе в ю тубе то есть может можно будет через год через два через пять посмотреть у нас уже есть два таких у нас есть один год одиннадцатого года там на 20 часов а второй от восемнадцатого года там на 30 часов а здесь у нас будет 50 часов ну плюс бесплатный бонус что я люблю поговорить это вместо часа могу полтора вот поэтому может быть мы до 60 доведем на но и так и так бесплатно вот хотя бы поговорить и что сказать такой ответственный момент точно надо материалы сделать чтоб по-русски было что по-русски никогда не учили особо особо вот поэтому надо как-то там подготовить надо переосмыслить то что часов меньше чем в основном курсе вдвое и и так что полезно было и и и не скучно и большая мысла мысла 0 это богоугодное дело если перевести на русский значит что-то я хотел сказать там ко всему к этому народу народу много да вот ирина как раз всех заносит значит у нас сколько там 1300 уже да почти-то уже больше 1300 человек записались и я думаю что за те там 10 дней которые остались до начала можете еще там подойдут то есть там будет где-то пару тысяч пишется на камеру то что говорит значит и там будет пару тысяч человек я думаю что когда дойдет до первого урока может быть там будет 1200 когда дойдет до третьего будет 500 до последнего может быть и 200 не будет но это уже неважно наше дело предложить и большое количество людей будет это смотреть записям кто когда кому удобно это будет мы будем делать это в полдень здесь даже не с утра потому что утра у нас другой класс после того класс пойдем в полдень и общем и ориентируемся на время там да это то есть расписание там киев минск москва вот туда вот на эту территорию европейской части бывшего ссср вот туда так что я к чему говорю что мы нас больше чем вот просто собралось в этой комнате покажи что-то в комнате у меня пока вот люди в комнате вот собрались нас больше мы в зуме в скайпе так мы еще там разных местах так еще мы с ириной вот вы когда записываетесь по себе иного долго не записывает это час через час уже не пять минут пять минут послал приглашение меня не записываю на воскресенье по скайпу звонят да почему не записали я когда я думаю так раз мы все-таки собрались как бы так сказать школьном формате да то есть в широком школьном формате я вот со школьных дел и начал к тому что нас вот он сидит там два десятка человек а еще там может быть там два десятка тысяч там где-то за нами наблюдают мы сейчас видео снимем друзья я если вы посмотрели вот это все еще не подписались на наш канал я даже не знаю что сказать меня просто нет слов так и лайк естественно лайк и инстаграмм но давайте мы тогда это самое будем считать что я введение такое сделал ответственно а дальше переходим на программа мы еще конечно кверк программа мы вернемся у нас на ваш грамм про программу мы еще поговорим попозже потому что у нас не только одна программа то что михаил озвучил у нас есть которые запланированы которые происходят все время мы об этом тоже потом поговорим в каком школа есть школа конечно так мы в целом как слава богу энергетически обращаемся к миру правильно да а и в принципе михаил вообще что то есть добавить нет я просто вот снимаю луиза красивая женщина спасибо розовые да спасибо здравствуйте меня зовут юрий евсеева я остановщик психолог и наркотерапевт кроме того я коуч и тренер по работе с мышлением на самом деле меня представили как как-то буду рассказывать про страхи я немножко про другое хотела рассказать но эти этой темы мы тоже коснемся михаил портнов это человек благодаря которому пять лет назад я переехала в калифорнию сюда я как-то участвую на самом деле когда мы решали куда мы хотим уехать мы посмотрели ваши видео такие о нам сюда поэтому я хочу сказать вам большое спасибо то есть наш канал выступил как расстановщик да на самом деле и я долгое время как-то хотела как-то познакомиться с вами как-то поучаствовать сняться может быть нужно и что-то как-то не доходило а тут я вот раз и пришла сегодня и очень классно все получилось хотела сегодня поговорить о том что нам мешает на самом деле да то есть вот фактически да это можно сказать но такая маленькая мечта была познакомиться с таким человеком и вот я здесь и вообще вещаю грубо говоря на эту аудиторию это очень классно что нас останавливает как вы думаете когда мы чего-то хотим но не можем туда пройти хотим какую-то новую работу или например мы отучились но там даже не можем направить резюме я дали написать его как вы думаете что мешает я люблю общаться с аудиторией поэтому хочу пообщаться для миша нерешительность мышление так еще вариант ну как форта человек должен делать нечто чего раньше не делал и у него нет как бы отработанные схемы такой он как боится там не решаются да 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 на самом деле все это как бы верные варианты ответов линии я скажу сразу нет ли не да есть что то что нас останавливает есть блоки какие-то в наше мышление это может быть страхи это можно просто установки которые нам мешают сделать тот самый шаг да и пойти на работу или там приехать в сша или еще что-то и одна из таких очень больших установок таких фундаментальных вещей это я не достоин очень часто да то есть это про самооценку это про страхи это про многие какие-то вещи которые не дают нам сделать нам кажется что я не достоин жить в калифорнии я не достоин работать в какой-то крупной корпорации я не достоин не научиться в каком-то классном месте я не достоин жить в классном доме и скажу про себя сейчас мы сделаем такую небольшую практику мы прям поработаем с этой установкой я не достоин и вы можете взять вот здесь листочки с ручками и прям с вами поработаем я пока расскажу свою маленькую историю когда два года назад начался к вид и мы стали думать о переезде в дом потому что мы жили до этого в маленьких апартах в пятером у меня большая семья трое детей нам было просто тесно зума 5 зумов да и как бы нам просто стало ужасно тесно мы решили перейти в дом и я стала смотреть варианты домов и вот через дорогу от меня от того места где жила очень классный комплекс с бассейном с там с тренажерным залом с парком классные дома но я даже не могла поверить в то что я достойна этого места мне казалось что там живут просто не знаю цукерберг и мне туда нельзя я не достойно жить в этом месте я туда даже не ходила и когда я проработала вот эту установку что я достойна этого места и еще несколько других буквально в течение двух недель мы переезжаем в этот дом при этом я сбиваю цену на полторы тысячи долларов месяц это очень большой был снижение цены то есть на самом деле не лень не какие-то там что я никогда ничего не делал нам мешает нам мешает наша уверенность на наше вот чувство что я не достоин а верху предлагаю вам написать на бумажке я не достоин и то что вот вы сейчас куда вы сейчас хотите продвинуться но вас не получается вы как бы застряли вы буксуете эти они упражнения делали теперь посмотрите на эту установку который самый первый писали как вам она отзывается кажется ли вы кажется ли вам что вы по-прежнему не достойны так что уже движение наш студент который отучился в программе когда прожить флэкс вечерняя группа июль это было кстати первая показательная группа которая показать что мы с них начали очное обучение помните михаил мы вернулись знаком там и вернулись и это был тот первый класс и а вот мы наблюдали такую интересную картину когда люди приходят с нулем и начинаю чуть достигать и вот же не был одним из тех кто начал также я помню как ты пришел какой-то это было интересно блин аж же не рождал женя а вот по моему наш последний из последних ребят кто нашел работу только что вот рассказывать свой опыт что как было и вообще как ты дошел до такой жизни чего хотели с чем не начать но вот что ты хочешь что я хочу вот смотри у тебя молодцы вернее не так ты услышал что есть такая школа но мы слышали твою историю ты сказал что это тебя тетя направила и сказала есть такая школа давай дитя мне вообще в киеве направил а потом потом школу а потом ты нашел хорошо а и ну короче у тебя была цель и ты так для себя наверное подумал ну наверное да это то что я смог бы сделать да так и было в принципе я как только начал изучать протестирование понял что там не нужно программирование но работать в то же время войти заинтересовался а почему он был последним из тех кто нашел работу это у нас целая плеяда студентов которые отучились нашли работу некоторые даже еще не отучились нашли и мы как-то кого вот как говорится выцепим и и вытаскиваем но потому что иногда получается что люди находят работу и они как-то растворяются и мы раньше на самом деле никогда так этим особо не занимались но благодаря инстаграму благодаря тому что сейчас столько возможностей говорит показывать и вещать мы решили что наверное это хорошее дело показывать результаты людей которые вот так вот пришли как вы многие давать давайте моему наводку дадим сколько интервью вас было таких живых с компаниями живой подрыв больше 20 штук точно ну половить это же говорит о том что чё-то было не так возможно что-то было не так возможно скорее всего не было у меня опыта прохождения и вот так вот это я так но не было такого что вы там скажем два раза сыпались на одном и том же вопросе нет два раза нет не сыпался на ногу тоже опроси дело в том что вопросов в разновидности и самих вопросов настолько много что к ним просто ко всем не подготовиться и во время как бы процессе поиска работы ты уже начинаешь приобретать этот опыт быстро думать возможно или какие-то вопросы да если вот запоролся на чем-то с каком подучить с какой чистотой у вас были вот эти интервью так у меня где-то после того как я начала плавиться через неделю у меня начался такой период где каждый день у меня было по интервью и даже может быть и не одну то есть то могло быть 67 интервью в неделю на протяжении двух-трех недель что-то мы не доработали вы думаете может моего обратно нет но все-таки 20 интервью очень многие люди с 3 4 интервью там уже и вот я знаю вот уже не была такая ситуация он получил какой-то опор на это была работа не связана с кей помнишь не совсем да и я помню что ребята ему сказали ну не не ребята а это были работники нашей школы они ему посоветовали скажи не бери эту но в смысле ты проявил так сказать твердость и пока не соглашайся продолжай делать продолжает бить вот в эту одну точку и слава богу женя как говорится прислушивался этому совету да и в принципе ты добился успеха здорово спасибо для камеры и тысячу зрителей направлены для камеры и